друзья всех приветствую на торговой сессии пятницы мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые оказывают влияние на динамику финансовых активов сегодня безусловно первое что мы должны обсудить это итоги прошедших дебатов между байденом и трампом я признаться друзья специально для того чтобы вы первыми были в курсе об основных итогах именно на том как изменилось предпочтение сомневающейся части электората кто в этих дебатах можно сказать одержал своего рода победу я их посмотрел полтора часа это как кино было что-то интересное от трампа от байдена но по горячим следам как бы в сухом остатке могу точно сказать то что эти дебаты прошли гораздо удачнее для трампа чем для байдена трампа меньше защищался в принципе только лишь нападал и я старался соотнести опять же комментарии обоих политиков с теми движениями которые наблюдал на финансовых рынках ну безусловно первое наверное что можно сказать что мы как и многие трейдеры переоценили их воздействие на рынок потому что те движения которые локально увидели они больше соответствуют какому-то третьесортному отчету они последним дебатом решающим дебатом между двумя политиками которые борются за позицию президента сша но по итогам дебатов можно точно сказать что трампа вышел победителем потому что его рейтинг вырос больше чем на три процента и в целом общественное настроение такая штука очень изменчиво и даже несмотря на то что сейчас объективно по всем источникам сохраняется а инфа о том что скорее всего байден будет следующим президентом сша я а советую вам не забывать про историю 2016 года когда точно также все прочли победу а клинтон однако в итоге именно трамп занял президентское кресло самый хи наверное выраженный незаметный резонанса который спровоцировали комментарии обоих политиков был связан вот в отношении байдена о том что он собирается отдать гражданство больше 11 миллионам собственно нелегалов а также как вы знаете он сторонник зеленой энергетики трамп очень выгодно использовал это обвинив байдена в том что он уничтожит энергетическую отрасль сша и рискует сделать сша стволной третьего мира и вы знаете что мне не понравилось именно в позиции байдена то что он на мой взгляд очень неправильно выстрел именно ту речь которую ему пришлось собственно а произносить с позиции обвинений и многих лидеров в самом настоящем бандитизм я имею ввиду лидеров других стран с которым потенциальному последствия придется выстраиваться тесные политические внешне экономические связи там конечно же в таком замечен не был и может быть как раз позиция от трампа и дальше отстаивать интересы национальных производителей через за создание конкурентных преимуществ в том числе и в контексте денежно-кредитной политики мы знаем тему и излюбленные отношения трампа к слабой американской их валюте может быть опять же его все-таки преданность идеи поддерживать бизнес как мы все прекрасно понимаем наверное большая часть бизнесмена все-таки сейчас не больше а все топит именно за победу трампа потому что при трампе действительно инвесторам очень неплохо жилось и эта тенденция в том случае если он снова если он сохранит за собой этот пост эта тенденция будет так на продолжена самое главное друзья а по итогам дебатов мы понимаем что у трампа все еще сохраняются очень высокие шансы стать следующим президентом сша сохранить за собой это место а поэтому мы по итогам этих дебатов может быть еще более уверенными в том что наша ставка на ослабление курса американской валюты и роста американской фонды это та ставка которая приобрела большую поддержку вот за последние несколько часов поэтому к идеям друзья которых ранее мы говорили индекс американской валюты 93 05 ставка прежняя ждем снижение ниже 92 пунктов сейчас конечно же американская валюта очень сильно реагирует на изменение настроений касательно новых мер фискального стимулирования сначала индекс американской валюты валился на комментариях мучина и нэнси пелоси о том что прогресс переговоров уже настолько значительно что вот-вот возможно до конца этой недели будет фактическое соглашение потом настроение испортил лидер на сената мич макконнел отметив что он не одобрит до окончания президентских выборов пакет емкостью вот в 18 либо больше триллиона долларов такие же комментарии транслировал главный советник белого дома кудло и вот под закрытие вчерашнего дня опять же этот негативный фон был отчасти нейтрализован комментариями главы администрации белого дома миндоус который отметил что страны точнее республиканцы демократы сейчас обсуждают уже новый компромиссный скажем фонда емкостью в 1 и 9 триллиона долларов не знаю откуда он взял эту цифру но 1 и 9 это больше чем мы друзья планировали прогнозировали и соответственно чем больше будет денег влито в экономику потенциально тем больше будет поддержки у фондового рынка и тем выраженнее будет дальнейшее бывшее ралли в любом случае хочу сказать что первое решение которое примут либо трамп либо байден не знаю кто и не важно кто одержит победу президентской гонке это решение которое будет предполагать необходимость дополнительного стимулирования национального экономического роста через выделение вот этих вот а средств поэтому не переживайте не расстраивайтесь наверное при любом сценарии вот так уж сложилось ближайшие месяцы мы будем уверенно работать с теми ожиданиями которые ранее использовали делая ставку на снижение курса доллара и рост американского фондового рынка я считаю что эти идеи принесут очень хорошие результаты поэтому друзья очень рассчитываю на то что те аргументы которые я до вас доношу последние недели даже месяц их было уже достаточно чтобы вы оказались верно направлении рынка черное золото 42 40 это котировки бренда как и ожидалось быстро последовало восстановление от локальных минимумов вчерашний комментарий президента россии владимира путина о том что на встрече министерского уровня а страна пик плюс в конце ноября россия может поддержать идею того чтобы не увеличивать добычу нефти с 1 января это опять же если возвращаясь к моим же комментариям и отсылки заявлений а страна пик плюс по итогам этого понедельника когда состоялась встреча технического комитета я говорил друзья то что позитив от этого трейдеры недооценили и нужно исправлять эту ошибку вот пожалуйста сейчас на этом растет также запасы которые сократились и позиции доллара который в любой момент может но могут снова пойти вниз и соответственно дополнительно поддержать рынок нефти bitcoin 13000 я на отметке 12 тысяч вышел как и хотел это сделать друзья если вы покупаете дальше я думаю то что bitcoin действительно станет еще дороже но я уже вне рынка и честно говоря считаю что ниже 10 11000 bitcoin возможно уже вряд ли и опустится доллар канаде ставка на снижение прежде 13148 фондовый рынок доу джонс продолжаем покупать вчерашний день восстановительная сессия особенно после того как мидоуз сделал заявление о том что стороны законодатели близки к компромиссу по фонду 19 триллиона двадцать восемь тысяч триста пунктов ну почти рядом с этой планкой мы сейчас топчемся цель прежние 29000 золото 1905 протестировали мы снова поддержку 1900 и очень быстро от нее отбились друзья по золоту также только лишь вверх потому что мы ждем у нас более слабую американскую валюту на этом собственно все большое всем спасибо за внимание не забывайте подписываться на наш канал а маркет составлять ваши комментарии и ставить лайки хорошего вам закрытие недели всем пока